И сейчас, я насколько понимаю, буквально, ну что, не на днях, на неделях, обнаружилась целая деревня однофамильцев в Беларуси, Якубовичи, да? Их три. Одна под Минском, но от неё ничего не осталось, там коттеджи и посёлок. Одна в Брестской области, я там не был, а одна, вот где я был, это на границе с Литвой. А очаровательная деревня, осталось, правда, всего 60 жителей. Деревня, ну, несмотря на поразительную какую-то чистоту, не только в этой деревне, а вообще в Беларуси, с удивлением, не то что бумажки или окурка, вообще ветки сухой ты не сломаны, не найдёшь на обочинах, всё прибрано, всё чистенько. Но, к сожалению, деревни умирают, всё-таки переезжают в город очень много народу, молодёжь не остаётся. Это, ну, такая проблема, но у меня так щипануло из-за сердца. Понимаешь, я не буду тебе врать, я до сих пор, несмотря на два высших образования, я до сих пор не понимаю, как работает телевидение. Услышать это, конечно, от тебя. Я серьёзно, ну как, мы с тобой разговариваем, а это кто-то видит в Владивостоке. Это же нельзя себе представить, то есть умом я технику понимаю, но чтоб сердцем, нет. Поэтому, когда вдруг выстроились все, какие-то бабушки рыдают, ну, просто что, явление Христа народу. Это как-то, как-то молоко притащили откуда-то, накрытый стол, цветы. Ну, приятно же. Пошли. Ну, приятно же. Это даже не просто приятно. Ну, это даже, как сказать, я даже, знаешь, я так разволновался, и мне неудобно стало. Я отвернулся, потому что у меня прям слёзы на глазах. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Санкт-Петербур Субтитры создавал DimaTorzok